Объявив, к примеру, пятницу днём трезвости, запретив продажу спиртных напитков в этот день. Я ничего смешного не говорю, уважаемые коллеги. Вряд ли депутаты ЗАГСобрания ожидали чего-то подобного, слушая доклад Александра Речицкого. Глава краевой полиции попросил отнестись к его словам со всей серьёзностью, а своё предложение аргументировал неутешительной статистикой. По его словам, пьяная преступность в крае зашкаливает. В целом, за последние 7 лет удельный вес преступлений, совершаемый гражданами в состоянии алкогольного опьянения, возрос вдвое и достигает 41,9%. В России он составляет 37%. Ещё одна инициатива начальника краевой полиции – возрождение вытрезвителей. В этом случае аргументом стал успешный опыт ТВ Башкирии Татарстана. Простые красноярцы призыв Речицкого бороться с пьяными преступлениями в целом одобрили. И говорят, что готовы к сухому закону на один день в неделю. Ничего плохого нет. Если бы он вообще запретил, другое дело. Один день безалкогольный, я думаю, ни для кого не будет какой-то проблемы. Во-первых, преступность понизится, потому что все преступления совершаются, как правило, в пьяном виде, в состоянии алкогольного опьянения. За руль садятся разные скандалы, драки. Люди становятся более агрессивны, когда выпьют. Я думаю, что это разумно, потому что все равно очень много молодежи подвержено лишней выпивки, даже ненужной выпивки. Я думаю, что это хорошее решение. Это не решит вообще абсолютно никакой проблемы. То есть люди, если захотят выпить, они купят алкоголь в четверг, они купят его в среду, они купят его через интернет, в ларьке. И я считаю, лучше нужно бороться с теми, кто продает алкоголь плохого качества, когда люди травятся, и достаточно печальный исход потом. По словам специалистов, такая мера, как трезвая пятница, в первую очередь должна оградить людей от бытового пьянства. Те, кто попадает в ДТП или становится жертвой преступления в нетрезвом виде, как правило, не страдают тяжелой формой алкоголизма, а просто спонтанно перебрали спиртного. Медики меру пятничного ограничения поддерживают, говорит зам главного врача краевого наркодиспансера Евгений Абакумов. Люди, которые в обычные дни держатся без алкоголя, в пятницу начинают настроение испытывать более веселое, и принимая алкоголь, уже не имеют каких-то таких останавливающих моментов, потому что впереди два выходных. А вот социологи опасаются. Число пьяных преступлений может и сократиться, но употребление контрафакта возрастет. Некоторое количество людей, которые, так сказать, все равно хотят выпить, они будут действовать следующим образом. Они все равно, в любом случае, будут искать эти возможности, и у нас безусловно, это абсолютно точно возрастет некоторое количество алкогольных отравлений. Ну, с высокой, по крайней мере, степенью вероятности. То, что они точно возрастут, конечно, говорить нельзя, но вероятность, ну, это наиболее вероятный исход, скажем так. Как подчеркнул сегодня Александр Ричицкий, ограничивать продажу алкоголя законом не запрещено. Однако, пока неизвестно, когда его предложения воплотятся в жизнь. Еще нужно разработать проект краевого закона и согласовать его с депутатами. Татьяна Стрельцова, Павел Тюкавкин, Новости ТВК.